Итак, двадцатое. О чем надо думать? О чем надо думать, о чем надо помнить, чтобы быть на контакте со Всевышним? Пусть помнит и размышляет человек о разнице между Высшим и Нижним. О чем надо помнить? Что значит разница между Высшим и Нижним? Тогда человек поймет. Первое, он поймет такую вещь интересную. Что Всевышний нас наделил очень доброй участью и дал нам власть над всем миром, людям, имеется в виду людям. Что значит дал власть над всем миром? Над скотом, над зверями, над рыбами, над птицами, над плодами и над травами. Человек. Вот, например, меня всегда удивляла такая ситуация, что Всевышний сделал человека именно таким, каким Он нас сделал. Да, вот руки, ноги, борода. У кого есть борода, у кого нет бороды. Всевышний сделал нас вот такими вот существами. У меня когда-то, я вот эту мысль запомнил, я еще был ребенком, но у меня был вопрос. Вот если бы Всевышний наделил разумом лисичку, а не человека, и если бы лиса, она стала такой же умной, как люди, то есть такая же умная была лиса, как люди, но осталась бы внешней лисой. И миром бы правили лисы. Представляете, были бы другие автомобили, чтобы лисе было удобно ездить. Были бы другие телефоны, чтобы лисе было удобно звонить. То есть, все было бы другим. То есть, это же нам очень сильно повезло, что мы с вами оказались людьми. Например, кофе, да? Значит, какие-то люди выращивают этот кофе, рвут его, что-то с ним дальше делают. Вот мы можем выпить кофе. А потом, например, да, забрали у курицы. Кто яичницу есть на завтрак, а? Что значит есть яичницу на завтрак? Это забрать у курицы яйца. Курица же яйца зачем откладывала? Курица хотела вырастить маленьких куриц, детей. У нее такая программа. Значит, с нее вылазит яйцо. Будущие, можно сказать, дети, маленькие куры. Человек приходит, забрал у нее это яйцо. На завтрак. Кушай. Вот это то, что автор этой книги тысячу лет назад. Он говорит. Подумай, насколько нужно быть благодарным Всевышнему, что Он нас сделал, именно дал нам власть над всем миром. Над скотом, над зверями, над рыбами, над птицами, над плодами и над травами. И самое главное, дальше Он продолжает. Подумай над тем, что Всевышний нас еще научил тайном своего величия и мощи и чудес. Как же мы должны быть благодарны Всевышнему за это? То есть это надо помнить о том величайшем даре, который Он нам дал, и ценить его. Это нужно себя чувствовать подобно рабу, которого Господин возвысил и поднял его над всеми своими вельможами и слугами. А еще мы знаем о Создателе, который Господин над всеми господами. То есть это Бог, Творец и так далее. Конечно, если мы об этом помним каждый день, то мы будем благодарить Всевышнего, прославлять Его и говорить, как же круто, что Он меня так все-таки не сделал, меня курицей. В управление дал весь мир, и где я могу сидеть, значит, и спокойненько поедать всех этих животных, а не они меня. Раньше это не так было. Раньше человек был просто пища для тигров, для львов каких-нибудь, для волков, для медведей. А сейчас мы на них смотрим в зоопарке и думаем, классно вообще, что он сидит в зоопарке. А раньше-то я сидел в клетке, а он за мной бегал, значит, чтобы меня съесть. Раньше так люди жили. Хорошо, 21-е. 21-е, о чем нужно помнить? Пусть всегда помнит все заповеди царя и до такой степени приучит себя творить добро, что станет очень привычен к этому, а потом добавит еще. И всегда просит Всевышнего о помощи, чтобы Он помог и научил мудрости, и укрепил тело, и нести терпеливо исполнять Его заповеди, и преуспевать подниматься в этом ступень за ступень. Человек все время о чем-то думает и к чему-то стремится. Любой человек. А что предлагает нам автор этой книги, если мы хотим быть праведниками? Он предлагает нам помнить все заповеди царя, то есть человек сидит и думает, так, сейчас я поучусь, поучу я Тору, выполню заповедь царя, потом что я сделаю? Потом я там попью кофе, скажу благословение. Потом я пойду поработаю, слава Богу, заработаю, выполню заповедь там, например, ну и так далее. Когда человек, когда человек помнит о заповедях Всевышнего и хочет, и молится Всевышнему о том, чтобы Всевышний ему сообщил, что Бог хочет от него. Дальше, чтобы Всевышний сообщил, помог ему выполнять эти заповеди. И дальше просит Всевышнего все время, да, дай мне силы, дай мне силы моему телу, дай силы телу, чтобы я мог выполнять заповеди. То есть, нужно все время Всевышнего просить о том, что тебе нужно. Через вот эту просьбу ты соединяешься со Всевышним, и все время нужно просить Всевышнего дать возможность выполнять волю Всевышнего, заповеди Всевышнего. Потому что тот, кто выполняет волю Всевышнего, Всевышний выполняет его волю, все очень равномерно. Урок Торы прошел. Всевышний, я же учусь, учу Тору. Пожалуйста, сделай так, чтобы сегодня я там денег больше заработал. Сделай так, чтобы у меня хорошее было сегодня настроение, здоровье и так далее. Дал дзаку, дал денежку, доллар дал. И говоришь, я выполняю заповедь дзака, добрые дела. Пожалуйста, я же делаю добрые дела. Сделай, пожалуйста, добрые дела для меня, чтобы у меня там что-то получилось. И так, шаг за шагом ты это делаешь. Это 21. Мы сейчас изучаем качество человека запоминания, что нужно помнить то, что приносит тебе пользу. Не надо помнить то, что тебе приносит вред. То есть, большинство людей, они сосредоточены. Вот у меня вчера не получилось. Ну, зачем тебе? Какая тебе разница? Уже не получилось у тебя. Получилось, не получилось. То есть, в то же самое время ты можешь потратить на то, чтобы сказать, Господи, сделай так, чтобы у меня сегодня получилось. Помоги мне найти понимание, решение, чтобы у меня сегодня получилось. А большинство людей что? Эх, вчера не получилось и завтра не получится. Эх, значит, будет плохо и было плохо. Ну, а разница тебе какая? Что ты прогнозами кидаешься? Прогнозы-то никто не знает, как будет. То есть, как будет, зависит от того, как ты сделаешь. Вот, например, нашел 100 шетелей. Класс, слава Богу, спасибо Всевышнему, нашел 100 шетелей. Значит, надо 10 шетелей дать на десятину, нацдаку. 10 шетелей дать. И сказать, Всевышний, спасибо тебе за то, что ты мне послал 100 шетелей. Вот 10 шетелей нацдаку, пускай это кому-то принесет пользу, там и добро. Да, эти 10 шетелей выполняю заповедь. И, пожалуйста, сделай так, чтобы я нашел 100 тысяч шетелей, да? Кажется, это же вопрос нереальный. Какой запрос? Только нашел 100, а тут ты хочешь уже 100 тысяч. Нету для Всевышнего разницы между 100 шетелями и 100 тысяч. Есть разница в тебе, в том, что ты понимаешь ты, откуда, как вообще эти 100 тысяч получить, или не понимаешь. Поэтому нужно Всевышнему так сказать. Спасибо тебе, что ты мне дал 100. Спасибо тебе, любовь твоя ко мне безгранична и бесконечна, и спасибо тебе, что ты мне помог эти 100 шетелей найти. Вот я 10 шетелей даю нацдаку, выполняю твою заповедь. Пожалуйста, помоги мне найти 100 тысяч шетелей и пойми, помоги мне понять, какую пользу я могу принести людям, чтобы они мне с радостью дали 100 тысяч шетелей. И помоги мне научиться приносить эту пользу, и помоги мне понять и осознать, где мое призвание, где мой талант. 22. Вот сейчас 22 совет его, о чем нужно помнить, он очень практичный, прям реально практичный, подходит очень многим людям. Пусть всегда помнит человек и не забывает оказывать добро ближним своим. 23. Пусть помогает им в их труде и в их хлопотах. 24. Пусть любит для них то, что любит для себя, и ненавидит для них то, что ненавидит для себя. Сейчас мы разъясним, что это он имеет в виду. 25. И старайся приобрести верных товарищей и друзей, которые помогут тебе в изучении Торы, потому что они полюбят тебя, если ты будешь прямодужен с ними. 25. Пусть многие будут твоими знакомыми, которые справляются о твоем здоровье, но тайны и секреты свои открывай лишь одному из тысячи. 26. Значит, вот интересно, давайте разберемся, что это он имел в виду. 27. Значит, первое, нужно помнить о других людях и не забывать оказывать добро ближним своим. 27. То есть, смотрите, как получается. Если человек в своей системе координат, он выставил такую важную, как бы, настройку, да, для него важно, для человека, помогать людям. 28. То есть, если человек говорит, я буду помогать людям, и он помогает людям, тому помог, тому помог, этому помог, значит, он внимательный к людям, и он им все время помогает. 28. То все нормальные люди, это доказано, есть такая книга, называется «Психология влияния», в которой автор Роберт Чалдини, эта книга входит в 50 самых известных книг по психологии, он описывает механизмы, которые существуют в мышлении нормальных людей, большинства людей, да, общества. 28. И он говорит, что те люди, которые, например, манипулируют, они знают, как эти механизмы работают и задействуют, чтобы заставить человека делать что-то. 29. И вот один из таких механизмов называется «Механизм возвращать добро». 29. То есть, он говорит, эту книгу он написал, чтобы защищаться от манипуляции. 29. Он говорит, манипуляторы знают, что у любого нормального человека есть, прямо он это пишет, это исходная предпосылка, которая вшита в психику людей. 30. Что если тебе сделали добро, ты должен вернуть добром. 31. Если человек не возвращает добром, то он как бы изгон, в обществе не может жить. 31. Царь Соломон сказал об этом очень духовный закон такой есть в притчах, в Мисле. 31. Написано так, что тот, кто возвращает злом за добро, зло не отойдет от его дома. 31. То есть, все. Это человек уже как бы он вне нормы. 31. Почему? Потому что если тебе сделали добро, а ты возвращаешь на это злом, да, на добро злом, то тот человек, который… 32. Ну, это я просто объясняю, как физически это работает. На самом деле, это все Всевышний регулирует. 33. Но если Тамара Лобачева, да, сделала кому-то добро без условностей. 33. Вот там, сделала она кому-то добро без условностей. 34. И сделала раз добро без условностей, сделала два. 34. А ей в ответ сделали раз зло, два зло. 35. То даже добрая Тамара Лобачева, которая делала добро без условностей, 36. Она в ответ на зло в ответ, она скажет, все, с этим человеком я больше не общаюсь. 36. Если человек там, ну, не поблагодарил, можно. 36. То есть, праведнете, им ничего не нужно. 37. Им не нужны даже благодарности. 37. Но если человек ответил злом на добро, то даже праведник, он скажет, нет, с этим человеком я больше общаться не буду. 37. Это то, что царь Соломон, как бы, показал нам этот закон. 38. Теперь, но здесь он нам советует, как правильно жить. 39. Он говорит, правильно жить, это сеять вокруг себя, вот это бескорыстное добро, 39. Замечать, что людям вокруг нужно. 40. Доброе слово и кошки приятно. Правильно, народная мудрость. 40. Кошки приятно, человеку приятно. 41. То есть, вы человеку сказали комплимент, сказали доброе слово. 41. Где-то помогли сумку донести, где-то то, где-то это. 42. Оп. 42. Значит, это очень вы создаете тепло вокруг себя. 42. Но, вот он пишет здесь очень интересную вещь. 43. Он говорит, пусть у вас будет много приятелей. 43. И будут они твоими знакомыми, которые справляются о твоем здоровье. 44. Чтобы кто-то о твоем здоровье справился, нужно тебе, ну, справился, имеется в виду, спросил, нужно тебя приучить себя спрашивать, а как у тебя здоровье, как дела там, как то, как все. 44. Тогда и тебя будут спрашивать. 45. Но он говорит, но тайны открывай одному из тысячи. 45. Не надо в ответ, как у тебя здоровье, доставать анализы и говорить, 46. Знаешь, у меня то, у меня это, у меня так, у меня так. 46. Это как бы тебя не спрашивали. 46. Спрашивают, как у тебя здоровье, чтобы проявить, показать, что 46. Ты человеку важен, но ты не должен с каждым сближаться. 47. Вот этот очень момент, о котором как раз и писал Роберт Чалдини, что если кто-то тебе оказал добро, у нормального человека, особенно который истосковался по доброму, хорошему отношению, там, к нему, может, никто хорошо не относился, у него сразу же включается в ответ, что я все там готов, забирай. 48. Роберт Чалдини говорит, нет, все аферисты знают этот закон, и они стараются, значит, человека раскрыть вот этим таким вот добром. 48. Он говорит, скажи ему, спасибо огромное, премного благодарен, вообще очень вам благодарен за добро, все, ты ему вернул. 48. Он тебе сделал не то, что ты не просил добро, ты принял и поблагодарил, вы краями, ты ему ничего не должен. 49. Потому что он приводил там пример, кришнаиты раздают цветочки, а потом просят пожертвования. 49. Он говорит, если не дать человеку цветочек, то он там пожертвования дает один из десяти, а тем, кому дали цветочек, пожертвования дают там 50%. Почему? У них включен этот закон. Теперь он говорит, смотри, не давай с собой манипулировать, то есть тебе дали цветочек, потому что они хотели сделать тебе добро, ты поблагодарил, все, ты не должен давать пожертвования. В этом случае, да, он объяснял, как это работает. Понятно, да? Поэтому это очень такое, знаете, Тора это такая мудрость, как правильно поступить, ровная мера, золотая середина в любой ситуации. Поэтому на добро всегда надо отвечать добром, но добром это благодарностью. Теперь делать ли в ответ то, что вас просят, это ваш выбор. То есть если человек сделал добро и сразу требует ответ, то тогда это уже обмен. Поэтому на добро ответ спасибо, вы делаете добро, получаете спасибо, но вы знаете, что у всех нормальных людей есть желание вам в ответ тоже сделать добро. Но об этом нужно помнить. То есть когда ты делаешь заповеди Всевышнего, ты со Всевышним свой, свой как бы вот этот вот счет, дай депозит на небе, я это называю, увеличиваешь, делая заповеди Всевышнего, ты все время получаешь депозит на небе. Делая добро людям, ты получаешь депозит в отношениях. Теперь и все отлично. Праведник этот депозит сразу не обналичивает. Он говорит, а мне ничего не надо, ни от людей, ни от Всевышнего. Всевышний говорит, тогда тебе награда в два раза. Он говорит, мне вообще ничего не надо. Всевышний говорит, ну вот это уже такой бескорыстный праведник, что дальше некуда. То же самое люди. Ты говоришь, нате вам, пожалуйста, делаешь, делаешь, делаешь. Они говорят, давай мы тебя вернем. Не надо, не надо, я делаю от чистого сердца. Так, человек получается, если он нормальный, он еще больше любит таких людей, которые делают для него добро, но ничего не просят взамен. Но это сегодня были очень важные такие вещи. Я не хочу даже дальше идти, потому что вот эти три вещи, о которых нужно помнить, лучше давайте их еще раз повторим, потому что действительно они принципиальны. Первая вещь, двадцатая, то, что мы проучили. Давайте еще подведем резюме. То есть человек должен испытывать благодарность, что Всевышний ему дал в управление весь мир, что мы с вами цари природы. И этому нужно радоваться, благодарить Всевышнего, любить Всевышнего, помнить. Теперь давайте попробуем с первого вспомнить по двадцатый. Первое. Значит, помни, что Создатель произвел тебя на свет из ничего. То есть это великое добро, чтобы Всевышний Творец вообще тебя создал. Второе. Помни, что Всевышний дал тебе тело. И помни, что все тело, которое тебе дал Всевышний, оно работает, это каждую секунду велика милость. Третье. Помни милость Всевышнего, что Он дал тебе разум. То есть тут как раз первых три легко запомнить. Помни, что сотворил вообще все. Помни, что Всевышний дал тебе тело, физическое тело, в котором ты живешь. И помни, что Всевышний дал тебе разум, которым ты можешь думать и воспринимать мир. То есть когда ты помнишь об этом, помни, что это все дал тебе Творец, это уже очень хорошие три основы, на которых можно строить свою жизнь и благодарность. Четвертое. Значит, помни ту милость, что Всевышний даровал тебе свое учение, в котором указал прямые пути достижения высоких степеней в служении Всевышнему. То есть мы изучаем Тору уже в Айкрае в шестой год. У нас каждое утро урок, есть в течение дня уроки. Все, кто партнеры в Айкрае, все, кто ходят на уроки и поддерживают деньгами, получают огромную духовную пользу от каждого просмотра. То есть, представляете, вот, например, человек, который партнер в Айкра, он 50 долларов в месяц дает на Вайкра, и он партнер в 40 тысяч часов изучения Торы в месяц. То есть вы, как бы, вы включаете своими 50 долларами вот этот свет. Это очень отлично. 18 долларов – это друг Вайкра, и 100 долларов – это спонсор Вайкра, который может еще инициировать какие-то проекты Вайкра, потому что все деньги, которые идут, они идут на распространение изучения Торы. И те, кто спонсоры дают 100 долларов в месяц, они могут инициировать какие-то новые уроки, там, и так далее. Хорошо, значит, четвертое – помнить благо Всевышнего, что он дал учение. Пятое – помнить милосердие, что Всевышний не просто дал это учение, а дал возможность это учение понимать, и шлет все время объяснения какие-то. Вот тут, чем Тора интересно, значит, я изучаю Тору уже 25 лет. То есть я стал религиозным в 99-м году, и с 2000-го года переехал в Израиль и учу Тору. Вначале учил в Ешивах целыми днями. Сейчас я изучаю Тору, ну, где-то час в день я сейчас изучаю Тору. И мне все время, а в субботу больше времени на это, конечно, есть. И открываются каждый год одна и та же недельная глава, одна и та же вроде бы текст, одни и те же книги. Но тебе постоянно открываются какие-то там инсайты, какие-то все тебе становится вау, еще понятнее, еще понятнее, еще пазл закрылся, еще пазл закрылся. И вот Тора, вот знание от Всевышнего Творца Мироздания, как устроен мир и как в этом мире жить, она бесконечна, как бесконечен Творец. И изучая Тору, ты соединяешься с Творцом Мироздания. И об этом надо помнить. Шестое. Пусть помнит и подумает, что, значит, в этом мироздании нет ни одного элемента, который бы не подчинялся воле Всевышнего. Единственный тот, у кого есть свобода выбора и возможность подчиняться или не подчиняться воле Всевышнего, это человек. Солнце всходит и заходит. Все молекулы, все атомы, все действует только по законам Мироздания, которое Бог установил. И только человек имеет свободу выбора, человек, он по образу и подобию Бога, что Бог творец Мироздания, человек творец своей жизни. И только у человека есть свобода выбора. И, значит, об этом нужно помнить. И нужно помнить, что эту свободу выбора надо реализовывать только выбирая служить Всевышнему. В этом и есть смысл свободы выбора. Седьмое, значит, взгляни и подумай, какую любовь мы должны испытывать за то, что Всевышний Творец Мироздания выбрал нас, каждого из нас своим. Он пишет в терминах тысячи лет назад, что если у господина есть раб, какой должен быть раб счастливый, что господин его любит. Как должен человек радоваться, что царь царей Бог выбрал человека и сообщил о своей воле, и быть рабом Всевышнего. Я на этом чуть останавливаюсь. Вообще для нас вот это понятие раб Всевышнего, оно очень, ну, быть вообще рабом никому не хочется, да? Но что люди раньше всегда были, так общество было устроено, были рабы, которые были, принадлежали своим хозяевам. Но мы, ну, мы с вами сейчас, да, даже если человек современный, он думает, что он свободный, то мы не особо свободные, да? То есть у каждого из нас есть набор обязательств, просто это все сейчас более замастер... Не, вообще мы свободные люди. То есть в демократическом обществе человек свободный, он может работать, хочет работать, хочет не работает, хочет на улице живет, хочет в Молдавию уехал, хочет, значит, пол изменить. То есть мы действительно сейчас степень свободы и выбора, она стала огромной. Раньше такой не было, свободы выбора. И все люди понимали, что, ну, как бы, ты все равно кому-то принадлежишь. И быть рабом у Всевышнего, это отлично, потому что Бог, Творец Мироздания, Хозяин Мира, и я его раб, это шикарно. Быть рабом Всевышнего, это очень хорошо. Но мы с вами сотворцы. То есть когда Бог сказал в начале вот Торы, Он сказал, «На сейта Адам к цармену к Эдмутену, сделаем человека по образу и подобию нашему, и во множественном числе». Что значит «сделаем человека»? И объяснение, самый такой ракурс понятный. Вместе с человеком сделаем человека. То есть мы с вами, получив от родителей генетическое тело, от Бога душу и весь этот интеллектуальный аппарат, дальше мы заполняем этот аппарат знаниями. И из того знания, которым мы заполнили свою голову, свой интеллект, каждый из нас делает выборы, что дальше делать. Поэтому мы выбираем, мы выбираем быть рабами Всевышнего, быть счастливыми, веселыми, радостными рабами Всевышнего, выполнять волю Всевышнего и благодарить Его за все хорошее, что Он для нас делает, и жить счастливой, здоровой, благополучной жизнью, с Божьей помощью, чтобы Всевышний дал всем участникам, урокам ВАИКРа благословение, всем друзьям ВАИКРа благословение, всем партнерам, спонсорам благословение, и огромное богатство, чтобы вы могли это богатство использовать для улучшения мира через ВАИКРа, освещая свет людям и давая им огромный-огромный свет Торы, счастья, любви, радости и благополучия. Все, всем удачи, успехов, до завтра.